В войне используют все дроны. Ты просто берешь и запускаешь его. И это уже активно используется. Когда военные дроны приходят, так и приходят и другие тоже дроны в другие сферы. Снята там, не знаю, вся Америка, и там можно по всей Америке в реальности как бы ходить. И установить, где будут, например, актеры сниматься, где будут, например, там машины, гримерка стоять, роботы запускают наземные. Как бы не было бы это грустно. Полетел в одну сторону но как дрон полетел, так и улетел. То есть уже и не вернулся. Всем привет! С вами Радио Точка, проект Крест Полишколы. И сегодня у нас в гостях специалист по дрону. Вальдемар, привет! Привет! Расскажи, как ты начал заниматься дронами и почему сделал такой выбор? Очень давно уже думал о дронах. Где-то, может, четыре года назад. Думал и поступить здесь, где надо было бы, где мог бы научиться летать с дронами. И в этот момент я только видел одну школу, в которой я мог бы научиться летать с дронами. Это был то Ивоке у нас в Литве. Но потом, в последний момент, я выбрал все-таки картографию в Вильямском университете. Думал, что в университете я получу лучшее образование и так далее. Но через год я все равно решил поступить в эту школу в Болто Ивоке, в которой находится, потому что тяга к дронам все равно была. И подумав, картография и дроны очень связаны, потому что тоже с дронами ты собираешь фотографии, потом летаешь, и можешь сделать карты, 3D-модели и так далее. Поэтому я поступил тоже в эту школу с дронами и учился одновременно и в университете, и в профтехе. Но потом, через полгода, мне как бы пришло сообщение, чтобы Илья мог бы устроиться на одной работе, где по характеристикам очень совпадало, где я мог бы устроиться. Ну и я подумал, почему нет, потому что эта работа была тоже с дронами, с картографией, все, что я делал на это время. То есть учился в универе, в профтехе, и подумал, что может я смогу и работать в то же время. Конечно, это очень было сложно для меня. Но через год закончил уже в профтехе, и теперь, на теперешний момент, я и работаю, и учусь в университете. А чем конкретно ты занимаешься на работе, и с какими дронами ты работаешь? Все, что связано с дронами, это как бы моя работа. То есть надо покупать их, смотреть, чтобы их было бы достаточно в офисе, чтобы не было бы слишком мало, слишком много. Тоже обучаю, езжу, например, по всей Литве, и к войскам, и геодезистам, и тоже пограничникам, дорожникам. То есть еду к ним, показываю эти дрона, обучаю, как летать с ними, как делать миссии, как делать разные карты, 3D-модели и так далее. Про дроны, какие мы имеем, можно классифицировать их разным, потому что одни дроны квадрокоптера имеют пропеллеры, другие дроны не имеют пропеллеров, а имеют крылья, как, например, у самолета. Ты просто берешь и запускаешь его. То есть такие есть критерии. Можно тоже различать их, какую работу они могли бы делать. Например, рабочие дроны для геодезистов, они отличаются от военных дронов, потому что военные дроны, чаще всего, им нужно, например, бомбы сбрасывать, гранаты какие-нибудь, следить за кем-то и так далее. Для геодезистов это не нужно. И геодезисты чаще всего им нужна точность, чтобы точно измерить поверхность земли. Они покупают чаще всего дроны, которые имеют очень хорошие камеры и имеют РТК такой модуль, который позволяет точность до одного сантиметра установить. То есть это очень важно для них. Я как раз хотела спросить, а как и насколько вы оцениваете вообще точность и качество съемки, которые производят дроны? В первую очередь дроном очень важна резолюция камеры. Чем лучше камеры, тем дрон тоже будет подороже. Дроны, которые уже побольше, например, с 20 тысяч начинаются, там, например, можно тоже отдельные камеры прикручивать к дронам. То есть может быть, что камера будет дороже даже самого дрона, что дрон будет там, не знаю, 10 тысяч стоить, а камера будет 50 тысяч, то есть в 5 раз дороже. это тоже не всегда бывает чем дороже, чем лучшая камера, но хорошая камера тоже позволяет лучше можно делать с них карты потом. Например, все равно, если мы с дрон поднимаемся, который имеет 45 мегапикселей камеру и 20 мегапикселей камеру, можно потом сравнить тоже резолюцию, фотографии и так далее. И когда мы делаем уже карты самые, эти карты имеют тоже ненужные вещи. Например, если ездит машина, дрон фотографирует, он фотографирует много фотографий, то есть делает много фотографий через секунду. И та же самая машина может быть на одном месте, а потом на другой фотографии ей уже не будет там. В это время, когда мы будем делать карту, эта машина будет как бы будет немножко пересвечиваться. То есть она будет на этой карте, но будет пересвечиваться. Это как бы ненужные нам вещи. Поэтому... И как вы боретесь с такими проблемами? Это уже с программой мы работаем, программа, с программой можно удалять такие места и так далее. Тоже лучше, чем лучше камеры, тем лучше можно зафиксировать данные. А какое вообще преимущество использования дронов для картирования по сравнению с более старыми способами? классическими можно сказать. Раньше тронов геодезисты не имели. То есть они сканировали с 3D-сканерами. То есть теперь делают это и получше эти сканеры есть. Но если нам надо, например, большую территорию взять, то со сканером ты будешь это долго делать. То есть ты поставишь в одном месте то, что ты можешь увидеть окружающую среду, и он зафиксирует. То есть надо сделать очень много точек, много ходить и так далее с дроном. Что надо? Ты поставил его на землю, нарисовал миссию, пустил, и он сделал через 20-30 минут. То есть экономит время, да? То есть очень экономит время, побыстрее можно это все сделать, и данные, например, иногда даже лучше бывают, чем за сканерами. На какие дистанции вообще летает этот именно этот у нас может летать до 8 километров. Это тоже зависит в каких местах мы летаем. Например, если в центр города, где-то там будем летать, где очень много домов, очень много Wi-Fi роутеров и так далее, это очень плохо относится к дрону, и дрон может тогда на расстоянии, например, только километра или два только подняться. Это очень зависит. Иногда, например, в лесу, когда мы летаем, тоже дерево нам мешает. Дрон может летать там, где, например, очень большое пространство есть, где мы всегда видим дрон и где не будет нам мешать примеры какие-нибудь другие объекты. А для каких целей он обычно используется? Конкретно вот этот? Вот именно этот это самый оптимальный дрон для геодезистов. То есть с этим дроном можем тоже и подниматься. можно поролить? Если очень осторожно, можно можем попробовать. Настолько легко это новичкам куда нажимать? Так, здесь мы поднимаемся вверх, здесь опускаемся вниз. Это вниз? Да. А как такой дрон справляется с погодными условиями? Если дождь, ветер, туман? Например, если как теперь немножко ветер у нас есть, могу посмотреть. У нас теперь ветер 6 метров на секунду. Такой ветер не имеет очень большого эффекта для дрона, чтобы как-то мешал ему летать. Этот дрон выдерживает ветер до 12 метров на секунду. То есть это где-то примерно 50 километров в час. Но я летал тоже, когда бывали ветра, например, и 15 и 17 метров на секунду, и дрон справлялся с таким ветром. А с хорошей дождя? То есть он имеет IP 53, если теперь не ошибаюсь. То есть если какой-нибудь большой дождь идет, то есть можно эту миссию закончить, чтобы например он сам не смог не промок тоже я люблю с телефонами сравнивать, потому что если дрон если телефон например водонеприимициальный, если будем держать очень долго в воде, то есть телефон тоже может уже быть не справляем не не справляемый. Так же самое и с дроном. Если идет дождь, то есть можно эту миссию закончить, которую мы делаем, долететь, но нужно уже возвращаться домой и где-то спрятать, потому что дрон как бы имеет защиту от воды, от песка, но все равно не надо под дождем с ним летать. Если например какой-нибудь туман есть и так далее, то есть можно летать, это как бы не вредит дрону, но мы как бы должны по правилам всегда его видеть. То есть если мы хотим где-то летать, где мы его не видели бы, в таком случае нам нужно получить документы от например военных, тоже имеем свою систему в интернете ТКА, где надо написать и получить разрешение, чтобы могли бы летать за пределом того, что мы видим. А что насчет экологии? Они как-то влияют на окружающую среду, загрязнение? Нет, дроны электричества, работают на электричестве. То есть они безопасны? Они безопасны, они не выбрасывают никакого СОДУ, СОДУ, и как и машина электрическая. То есть чтобы сделать этот дрон, наверное, там может какое-нибудь загреждение производится, но когда используется это стопроцентный экологичный продукт мы имеем. Отлично. Как его посадить? ДРОН Так, а что насчет этого дрона? Какие задачи он выполняет и как далеко летает? Этот дрон может летать до 16 километров, но тоже, как я говорил, очень зависит от местности, в которой мы летаем. Этот дрон тоже использует геодезисты, этот дрон тоже может быть использован, например, для съемки хорошей качества, например, чтобы сделать видео, то есть на каких-нибудь мероприятиях, можно тоже использовать его на съемках, не знаю, свадьб, день рождения. Ну, конечно, он очень дорогой и большой, но очень хорошее качество. Геодезисты, между прочим, и дорожники используют его, где надо точность, например, очень уже важная, например, не больше одного сантиметра, чтобы точность было бы, потому что очень там какой, не знаю, важный проект у них, что там каждый миллиметр очень важен, то есть тогда используют именно этот брон, он имеет камеру, где качество 45 мегапикселей, то есть мы очень хорошие, имеем результат. И сколько такая красота стоит? Очень дорого. Хорошо. Этого достаточно. Идем к следующему. Выглядит странно. Ну, этот дрон, это не дрон, это не полетит никуда, но это совместно с дронами. Иногда я использую, например, чтобы точность уже там не один сантиметр был бы, а несколько миллиметров. Тогда, когда уже там, не знаю, проект мира. мы делаем, например, на асфальте или на земле, или где еще нибудь с флакончиком пшикаем какой-нибудь значок, то есть крест чаще всего, и посередине его мы ставим этот GPS. А, это GPS, да. Мы его ставим, и то есть он нам дает координаты очень хорошие. и он имеет тоже экранчик, в который мы можем видеть, это как телефон, он тоже выбирается, но это именно для этого GPS он используется, чтобы очень-очень точные координаты, например, какой-нибудь точки взять. чем обычно вы занимаетесь после того, как съемка дрона закончена? Чаще всего, ну, как чаще всего, как бы нужно сделать, что приезжаем в офис, и тогда приезжаем в офис, и тогда мы выбираем SD-карточку, на которой записывается вся информация, то есть все фотографии тоже на ней хранятся, мы тогда вставляем в компьютер, простой компьютер не мог бы справляться с такими гигабайтами, поэтому это должны быть компьютеры, которые уже имеют лучше, получше процессоры, и мы там вставляем в программу, есть разные программы, например, есть Pix4D, литовская есть PixPro, тоже имеем и Trimble Business Center, то есть разные есть программы, где можешь вставлять, и тогда ты вставляешь в эту программу фотографии, например, ты сфотографировал где-то тысячу или две тысячи фотографий, это может быть поменьше, побольше, это все зависит, как ты спланировал тоже миссию с тронами, тогда эта программа определяет, например, те же самые точки, например, мы возьмем какую-нибудь территорию, и там одно дерево растет, на фотографиях, например, с 50 фотографий, там это дерево попадется, может, где-то на 30 фотографий, то есть с разных ракрусов, и программа определяет, например, те же самые точки, допустим, листья с разных фотографий, и она делает такую точку, то есть это называется Point Cloud с английского, и таких точек они, эта программа миллиона делает, то есть этого дерева, окружающей, окружающей среды и так далее, и потом с этого Point Cloud мы можем делать, например, Ortofoto 3D-модель, то есть ты можешь посмотреть с разных ракурсов, то есть как бы в реальности ты находился бы в этом месте, не мог бы смотреть с разных мест. Интересный факт тоже, что иногда используют эти карты тоже для гейминга, то есть можно сделать, например, какую-нибудь большую улицу или городка 3D-модель, и там уже геймеры это знают, как там все сделать, ну, например, чтобы человек ходил бы по этому городку, то есть можно, например, этого сделать, это очень интересно, думаю, и в ближайшем будущем это может очень тоже развиваться в этой сфере, то есть там, как знаем, GTA 5, 6 выйдет, может, 7 уже будет с дронами снято, там, не знаю, вся Америка, и там можно по всей Америке в реальности как бы ходить. Тоже, если про программы там, вернемся, так, я как говорил, 3D-модель, а ортофото можно делать, когда мы про программы говорили, можно классифицировать, например, мы имеем 3D-модель, можем классифицировать деревья, то есть машины, дома, людей и так далее, то есть одним нажатием мы можем убрать с карты, например, все дерева, все дома и так далее, можем оставить просто голую землю, чтобы увидеть, увидеть, какой рельеф у нас, то есть если мы, например, хотим что-то снимать, какой-нибудь фильм, тоже, можно сделать 3D-модель и установить, где будут, например, актеры сниматься, где будут, например, там машины, гримерка стоять, еще что-то такого. И это уже активно используется, уже сейчас? Да, у нас уже были такие проекты, где мы должны были сделать вот такие вот карты и высылали и делали фильм. Поделишься секретом, какой фильм? Еще он выйдет, так посмотрим. Это еще не так давно было, тоже, то есть применение этих карт очень большое, не только геодезисты могут это использовать, это может кто любой угодно использовать, потому что надо найти только применение. И какие в целом перспективы развития? Ну, уже видно, что оно активно используется в самых разных сферах жизни. А что дальше? Дальше, дальше сложно сказать, конечно, потому что ну, все равно мир развивается, так же и дроны, как бы, дроны уже больше 20 лет существуют, но именно последние годы они начали больше и больше развиваться, сказал бы, может, последние 7 лет, но каждым годом они еще больше и больше развиваются, тоже именно в Литве, после того, как началась война в Украине, так в Литве еще больше начали разговаривать про дроны, про военные именно дроны, но когда военные дроны приходят, так и приходят и другие тоже дроны в другие сферы, потому что дроны сначала, как с историей дронов могу сказать, что первые дроны это были военные, потом уже начали искать применение и в других сферах, например, как вот геодезия, тоже используют и геологи, картограф, понятно, дорожники, пограничники, то есть даже фермеры теперь делают карты и видят, например, где надо подсыпать например, больше удобрения, например, переходишь на поле, ты не видишь например, где подсыпать надо было бы какое-нибудь удобрение или где-нибудь полезть, то есть ты с дроном снимаешь, это мультиспектральный дрон, который видит больше, чем наш глаз, то есть ультрафиолет, ультра инфра ред тоже видит, то есть то, что мы не можем увидеть, дрон это видит и потом когда мы делаем карты, мы можем видеть, где на поле например, не хватает удобрения, где не хватает, чтобы там подлить, или может какие-нибудь растения у нас болеют и надо это место например, уничтожить, чтобы не пошло бы болезнь другим растениям, то есть даже такие есть. очень удобно. Ну и раз ты начал, точнее упомянул про военные дроны, какие конкретные цели они могут выполнять, более сейчас это как актуальная тема, учитывая войну в Украине, ты также упоминал, что дроны могут переносить микрофоны или маленькие бомбы, гранаты, что они делают? Да, то есть военные дроны, хотя на теперешний момент в войне используют все дроны, то есть и маленькие и большие, каждый дрон может найти свое применение, то есть маленькие дроны там, не знаю, следить за кем-то могут, тоже. А они бесшумные, ну, чтобы как они следят? Это тоже зависит, например, конечно, есть и бесшумные, есть и очень шумные дроны, то есть, ну, конечно, военные используют лучше бесшумные, чтобы их не увидели бы и так далее. Дроны используют, например, тоже, чтобы бомбы сбрасывать, как же я уже говорил, там, микрофоны, тоже делают карты, тоже и военные делают карты, потому что для военных очень тоже важно, например, какая, например, территория, в каком-то месте, чтобы спланировать, где нападать, в которую сторону, где можно отходить, где можно окопы делать и так далее. То есть, военные тоже частички, тоже геодезисты имеют в себе, потому что им тоже нужно делать карты, им нужна точность, чтобы знать, где, например, что поставить, где укрыться, где напасть, можно было бы отойти. Очень тоже такой интересный момент, может, про дроны, где используют военные, например, даже я слышал с магнитометрами. Есть такое применение к дронам, которое использовалось тоже в Украине, в Бучше, например, когда русские выходили уже с этого места, то есть, там очень много осталось мин, поле с минами было. И, как бы, эти мины нужно найти, но лучше всего это, например, делает дрон. Это дрон с магнитометром, он летит над территорию, там, где эти мины находятся, и, например, может сделать карту, в каких местах эти мины находятся. То есть, это лучше потом исследовать уже, когда роботы запускают наземные. и какова точность таких анализов территории, например, по поиску мин? Точность очень тоже зависит на какой высоте. То есть, с дронами точность всегда зависит тоже не только от камеры, но и на высоте, к которой ты летишь. То есть, если будешь летать там на километре, 2 метра на поверхности Земли, то эти данные очень будут хорошие. То есть, можно очень точно остановить с 1 до 10 сантиметров, то есть, где находится мина. А что насчет использования дронов для разведки, например, территории Литвы, где граница с Беларусью? Да, есть такие дроны, например, квадрокоптеры, нам уже не подходят к таким разведкам. То есть, можно, конечно, это делать, но это небольшие территории, тогда можно было бы смотреть, но для разведки, например, на границе именно с Беларусью, потому что мы имеем очень длинную границу, так нужны дроны, которые могут лететь очень большие дистанции и могут подольше тоже и летать. То есть, 20-30 минут уже может быть не хватит, надо там час, два часа или даже и пять часов, чтобы они могли бы летать. Так, чаще всего это, когда крылья фиксированы, как я говорил, самолет есть, боинг, только миллион раз поменьше. Такой, вот, например, такой дрон мы имеем, который запускается, например, с руки, можешь просто взять и бросить, и он полетит, или, например, можно эти дроны, сам сказать, катапульта. Эти дроны лучше балансируют в воздухе, то есть, они могут подольше летать, примерно два, три часа, что очень нужно пограничникам, потому что, как я говорил, очень длинные дистанции на границе, так нужно, чтобы и дрон мог бы летать долго. Вначале ты рассказывал про школы, где ты обучался, насколько их вообще много в Литве, и насколько это перспективно? Теперь мы имеем только одну школу, как бы не было бы это грустно, потому что как бы этот рынок и эта сфера дронов очень-очень быстро развивается, но по этой школе тоже можно уверить, что больше и больше учеников там приходят, и теперь тоже министр обороны в Литве у нас поменялся, который очень много рассказывает про дроны, что очень здесь перспективные они именно в сфере военной и планируется как бы те же самые сделать регитра для дронов, то есть как есть у нас в Литве регитра для машин, где надо сдать экзамены, чтобы получить права, так и будет на дроны тоже так же, что ты приходишь к регитре дронов и делаешь теорию, тест и потом практику. Думаю, что в будущем точно будет и побольше школ в Литве, например, в таких городах, как Каунаск, Лайпеда или Щауляи так точно они должны быть, потому что эти большие города и дронов больше и больше становятся. У нас в университете тоже появились пары, где полгода тоже надо учиться с дронами, например, в картографе, когда я учусь, то есть у меня тоже были пары, где один раз в неделю полгода мы имели тоже обучение с дронами, как их использовать, как они устроены и так далее. Это сложно? Как кому сказал бы. То есть одному может очень легко это идти, другому может и посложнее. Может это просто выглядеть сложно, например, это очень сказал бы даже легко. Я люблю тоже сравнивать, например, дроны с машинами, так мы можем верить, сколько мы имеем машин в Литве, сколько водят эти машины, сколько людей водят машин, то есть столько же самое могло бы летать и на дроны. То есть дроны тоже имеют номера для регистрации, как и машины должны иметь номера тоже. Дроны надо иметь лицензии, такие немножко похожие, как права на машину. То есть дроны и машины чем-то очень похожие в сфере того, какие есть категории и так далее. И что нужно делать, чтобы можно было водить или летать с дроном. И какие советы тогда бы ты дал тем, кто хочет работать и заниматься с дронами? Советы сначала нужно было бы попробовать летать с дронами, но не самыми дешевыми. Это первое дело, что я слышу очень часто. Сколько раз и знакомые говорили, сколько раз говорили просто другие люди, что вот я тоже летал как-то с дроном, мне подарили на день рождения, на какой-нибудь праздник. Я поднялся, полетел в одну сторону, как дрон полетел, так и улетел. То есть уже и не вернулся. Но когда раньше, 5-6 лет назад, когда я еще не работал в этой сфере, я слышал это, думал, ну, очень жаль, что так случилось, и так далее, как это вообще возможно. Но теперь, когда я уже в этой сфере работаю, я понимаю, что эти дроны чаще всего были куплены за 50, за 100 евро, за 150 евро. Эти дроны ничего не имеют в сфере своей системы. чтобы вернуться обратно домой, какие-нибудь сенсоры и так далее. То есть дроны, когда начинаешь, лучше всего начинать, конечно, с компании DJI, потому что эти дроны как бы уже очень много лет производят рынок. Это очень большая компания, они очень хорошие дроны делают и за отличную цену, сказал бы. Потому что другие компании за такой же самый дрон может попросить в 2,3 раза больше. Так, лучше всего, например, DJI, Mavic, мини какой-нибудь, там, второй, третий, или четвертый можно купить, которые стоят немножко больше, например, 400, 700, 800 евро. Но лучше с таким дроном полетать, чем покупать какое-нибудь за 50, за 100 евро и потерять за первые 10 секунд, который улетит где-то в лес и не вернется. Понятно. Ну, спасибо тебе за беседу из инностранства дронов. Спасибо вам.